Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. 2023 год. Указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Как традиции наставничества развивают в самарских детско-юношеских спортивных школах? Какие мероприятия проходят в Самаре в рамках года педагога и наставника? В нашей студии Михаил Савушкин, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей спортивной школы номер 18 городского округа Самара, заслуженный тренер России. Михаил Павлович, здравствуйте и спасибо, что пришли в нашу студию. Ну и для начала давайте, знаете, поговорим о вашей школе. Расскажите о ней. Ваша школа уникальна, самые разные виды спорта и плюс, насколько я знаю, вы еще работаете с детьми с ограниченными возможностями. Наша спортивная школа была организована в 1996 году и на протяжении данного количества времени остается ведущей школой нашего города, области и России. Почему? Потому что у нас много отделений в школе. Это спортивная гимнастика, спортивная аэробика, отделение едоморсбудзюдо, волейбол. И особенно можно подчеркнуть дети с ограниченными возможностями, адаптивники, которые занимаются на базах нашей школы. И мы доводим их в правильное направление, чтобы они чувствовали себя такими же, как наши дети спортивные. Они общаются друг с другом и не слабее наших спортсменов. Да, они даже, кстати, в чем-то сильнее. Вы знаете, вот если говорить вот об этой части, я достаточно много вот общался с людьми, со спортсменами, с ограниченными возможностями. Вы знаете, вот мне лично это приносило большую пользу. Вот мне лично, я стараюсь заниматься спортом, это приносило пользу, потому что я вижу и понимаю их силу воли. И вот это, наверное, кстати, полезно и для спортсменов, ну, скажем так, вот из-за, ну, обычных спортсменов, назовем их так, вот не находите? Нет, это здорово. Почему? Потому что эти дети, они также целеустремленны, они упорны, хотят быть выше, красивее. И правильно, что они во многих наших школах города и области есть отделение детей с ограниченными возможностями. И они входят в этот спорт так же, как и наши спортсмены, как наши разрядники. И от этого еще лучше становится для родителей, для нас, для общества, я считаю. Вот если говорить о вашей школе, а спортивная гимнастика у вас, ну, вообще, как бы вид спорта такой уникальный, это как бы вот, ну, такой отдельный. Вот есть легкая атлетика, есть спортивная гимнастика. А какие у вас там направления, то есть у вас и мужская, и женская спортивная гимнастика, я правильно понимаю? Да, у нас в школе на отделении спортивной гимнастики основная масса детей, девушек, это женская гимнастика. И человек пятьдесят ребят. Поэтому основное направление у нас ведут тренеры-преподаватели, данным контингентом детишек. И доводят до правильных занятий, чтобы на данных соревнованиях областных, городских и всероссийских вывести сильнейших. Пойти в сеть спортивных соревнований, отбор, попасть на ПФО, попасть на пенсию в России, а дальше в старте международного уровня, которые всегда возможны, если спортсмен готов к данным спортомероприятиям. Ну, и к тому же я знаю, что вам есть чем похвастаться, у вас есть... Да, в нашей школе... Просто такие звезды, на самом деле, гимнастики. Да, в нашей школе много тренеров-преподавателей в отделении спортивной гимнастики. Это мои ученицы, мои детище, которые я в 90-е годы поднимал, думаю, своими руками бросал, кувыркал. Думаю, научил тому, что... Ничему, а тому, что Екатерина Привалова, заслуженный мастер спорта, нынешний президент Федерации гимнастики России, серебряный период чемпионата мира, чемпионка университета, чемпионка России, Елена Жиганова, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, чемпионка СССР и профсоюзов, Екатерина Дементьева, Екатерина Крыстилева, Екатерина Комарова, Татьяна Абдулина, Маргарита Алексиенко, мастера спорта СССР и России, и продолжает эпопею, и дорожку, которую я предложил им, они взяли на вооружение и пошли в правильное направление, вперед к победе, к общению, к упорству, к знаниям, всему правильному, замечательному, что у нас есть в жизни. Стали тренером и преподавателями, ведут спор между собой в коллективе, потом на разном уровне соревнованиях мы уже общей командой нашей школы боремся с другими школами города, области и страны, и побеждаем, если не побеждаем, возвращаемся и тренируемся так, чтобы в следующий раз мы были в призерах, в победителях, а другие посмотрели на нас, чтобы мы были на педестале и будем стремиться всегда к этому. И здесь важный еще момент, у нас сейчас в Самаре есть очень хорошие технические возможности для занятий, они ведь, как бы, ну, откровенно говоря, не всегда были, у нас теперь есть специализированный центр гимнастики, то есть место, где можно профессионально, серьезно, глубоко и обладая вот всем необходимым инвентарем заниматься. Спорт-то сложный. У нас замечательная база появилась в 2009 году, Министерство спорта Самарской области реализовал нашу внешнюю мечту, чтобы зал был гимнастики, олицетворение нашей красоты, спортивной гимнастики, умение делать сложные элементы, выходить на помост и показывать то, что мы научились в данном учреждении. Это Грация, которая располагает на физкультурной 116, там замечательный директор Елена Владимировна Романовская идет всегда нам навстречу, помогает во всех вопросах, которые сомнительные, можно решить или долго не решается, решается в пользу для нас. Недавно приобрели для Грации, опять же, Министерство спорта и в лице Грации новые снаряды гимнастические, шпитерские, немецкие снаряды ультра-си, на которых уже делается гимнастика не просто скромная, а супер смелая, супер сильная и очень красивая, для того, чтобы мы, опять же, опережали и российских гимнастов, и международных соперников, потому что это все идет в пользу. Общение Грации администрации, Министерства спорта и нашей школы дает право нам смотреть смело в будущее по спортивной гимнастике. Не, ну российская гимнастика – это вообще как бы отдельное явление, и Самарская область просто, ну, один из центров, одного не могу, если только вспомнить. Ну, то есть есть такие вот люди великие, вот те гимнастки, которых вы перечислили, то есть нам есть чем гордиться? У нас еще одна знаменитая личность – это Анна Дементьева. Анна Дементьева. Абсолютно чемпионка Европы, чемпионка мира в команде, серебряный пиздец чемпионата мира в команде, чемпионка Европы на бревне, абсолютная чемпионка России, обладает Кубка России, чемпионка универсиады, заслуженный мастер спорта. Это наша ученица, наша воспитанница, воспитанница Лена Васильевна Жигановой, нашей бригады в школе, которая работает на 5+. И вот, Михаил Павлович, вот для того, чтобы все это работало, потому что сейчас, ну, вот можно еще долго говорить, потому что есть еще дзюдо, где замечательные люди работают, есть волейбол женский, насколько я знаю. Вот для того, чтобы все это работало, необходимы и преподаватели, и наставники. Вот 23-й год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Вот какие традиции наставничества, именно наставничество существует вот в спортивной школе номер 18, вот в которой вы работаете, в которой вы заканчиваете? Ну, наставничество – это работа тренер-ученик. Это уже наставничество, потому что тренер дает ребенку свои знания передает. Он учит тому, что, по крайней мере, он понимает, знает, но вместе с бригадой, мы работаем обычно, по двое, бригада – это два-три человека, включая тренера, акробата, хореографа. И вот эта бригада работает с данным учеником, с девушкой-альманчиком, доводит его до совершенства, чтобы он показал опять хорошую сложность, хорошее понимание техники, красоту линии, шпагаты, красиво оттянутые носочки. Но наставничество, оно еще заключается в том, что мы проводим на педсоветах разборы этого наставничества, что в пользу, что в меньшей степени влияет на помощь в данном виде спорта по отделениям. И это зримо видно. Почему? Потому что вот у нас отделение дзюдо, где есть бригада – это Рыжов Дмитрий, и недавно пришедший со спортфака Никита Ракшаев, дзюдоист, работают вместе. Дмитрий Рыжов взрослый, опытный, также Ракшаев Никита молодой, обучающийся. Им очень удобно вместе идти ногу в ногу в этой бригаде и совместно, коллегиально решать многие вопросы, которые встают у них на пути достижения и передачи опыта маленьким детям, мальчикам, гимнастике девочкам. Это у нас в гимнастике тоже есть три бригады, которые также идут. Старшие в бригаде – это опытный тренер, помоложе идут уже выпускники физкультурных вузов. И они опять в тандеме делают больше, нежели сделают по отдельности на сегодняшний день. У нас очень красивое есть отделение спортивной аэробики. В нем тоже три тренера. Татьяна Челушкина, Агата Сандального, ее мама Наталья Николаевна, старший тренер этого отделения Наталья Николаевна Сандального, работают. И вышли на уровень спортивной аэробики на уровень Кубка России, Чемпионата России и ПФО. Уже есть призеры, выступали даже на чемпионатах мира, но они любительские чемпионаты мира по спортивной аэробике. Поэтому там можно было поехать за свои средства и там выступать. А так они вышли на тот уровень, который позволяет выполнять уже в будущем мастеров спорта в данном виде спортивной аэробики. Это уже, они включены в международную фишу, эту организацию, которая позволяет нам делать показатели. Не просто красивые шоу-выступления, где нас приглашают на набережную, в парке, показать в школах, на открытии спортплощадок наших школ, нашего города. Но и иметь звание для того, чтобы ребенок, докончивший школу, имел диплом мастера спорта в России. Это тоже очень важно. Михаил Павлович, предлагаю сделать сейчас паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается тоже вот этой темы наставничества. А затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Продолжение следует... Дивертисмент, педагог дополнительного образования по классическому танцу высшей категории. Татьяна Павловна, наставник, успешно обучающий детей танцу на протяжении 45 лет. Систематические занятия требуют определенных усилий и со стороны хореографа, и со стороны учеников. Педагог должен быть терпеливым, тактичным и в то же время требовательным. Иначе нельзя. Дети должны быть готовы к тому, что за внешней красотой танца скрываются многочасовые репетиции, серьезные физические нагрузки, душевные напряжения. Зато результат – готовый танцевальный номер – может стать украшением любого праздника. Настоящим наставником может быть только тот, кто по зову сердца, по приказу души, по глубокому призванию быть наставником, стал учителем. Перефразируя известный афоризм Льва Николаевича Толстого о писателе, можно сказать – учитель не тот, кто учит, а тот, кто не может не учить. Михаил Павлович, вот мы посмотрели с вами сюжет. И продолжая вот эту тему наставничества, важный момент. Вы предусхитили как раз мой вопрос, когда начали говорить о наставничестве тренер-тренер. То есть, когда опытный тренер учит или, скажем так, доводит до высокого уровня тренера начинающего, потому что бывший спортсмен, самый талантливый, самый замечательный – это еще не тренер. Вы знаете, это лучше меня. Вот кто был вашим наставником? Вы, у кого учились, и когда были спортсменом, и когда стали начинающим тренером? Вот кого бы вы сейчас хотели вспомнить, отметить, потому что нужно помнить этих людей? Моим тренером и наставником был замечательный человек – это Александр Александрович Соловьев, царство универсное. Он вложил в нас, как спортсменов, всю свою душу, любовь к гимнастике, трудолюбию, настойчивости, достижения не только в спорте, но и в жизни, к чему мы и пришли по нынешней жизни. Он передал мне правильный подход к отбору спортсмена. То есть, я как женский тренер, сам как мужский тренер. Очень сложная работа, женский тренер, это очень тяжело. Да, сложная, потому что они, девчонки, самобытные, интересные. Эмоциональные. Эмоциональные, капризные, плачущие, смеющиеся, трудно угадать, что в них больше преобладает. И трудолюбивые. Да, в этом им не отказать. Труится больше ребят, а ребята все равно более, правильнее, чаще выступают, чем девчонки. У них какая-то немножко есть забывчивость на элементы, забывчивость на комбинации. А у ребят прямая есть дорога, они идут по этой прямой дороге. А девчонки опять по прямой, и опять по прямой. Вот. И Сан Саныч, еще в то время он уже был президентом федерации Самарской области по гимнастике. И когда позволил ему возраст, он предложил мне возглавить федерацию Самарской области. Я 9 лет, 2004-го, потом 2019-й год был президентом федерации. Потом, в свою очередь, я передал вразды правления Екатерине Приваловой, нашему... 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 Нынешнему руководителю. Нашему руководителю. Федерации, да, Катя, это моя ученица и наш сотрудник школы. И она продолжает этот поступь. Опять идет, как бы, Сан Саныч своим наставничеством передал эстафету мне, я передал Кате Приваловой. Это тоже замечательно. Почему? Потому что это дает опять на опыте Сан Саныча, на опыте меня, Кате, делать поправки и делать нужную работу еще с большим творчеством. И правильностью, я думаю. И дело Сан Саныча, получается, живет сейчас в Приваловой? В Приваловой, Катя, и во мне, да, как он работал, как он тренировал нас. Я это смотрел воочию, как сам гимнаст, когда он нас заставлял садиться на шпагат, а до пола было там целое... Ну, немножко оставался, он говорит, а там, говорит, паровоз пройдет с трубой у тебя там, и ты до пола еще не достал этим шпагат. Вот так же сидишь. А нужно на шпагате сидеть именно вровень, на двух ногах. Поэтому дома тренировались каждый по-своему ночью и утром. И показывали потом ему, что шпагат мы растянули, сделали правильно. Михаил Павлович, а вот какие традиции наставничества существуют сегодня в Дюж-18? Потому что вот, ну, школа большая, пять отделений, соответственно, и тренеров много, и тренеры все яркие, самобытные. А вот там какие традиции наставничества? Тем более, что они могут быть не только вот в рамках одного направления, они могут быть и, так сказать, межотраслевые, я бы так сказал. То есть тренер же может и по гимнастике что-то посоветовать тренеру по дзюдо, как и наоборот, тренер по дзюдо может что-то посоветовать тренеру по гимнастике, потому что есть всякие вещи общие. Ну, у нас вот старшие тренеры в каждом отделении проводят тренерские советы. Они открытые, можно приходить любому педагогу, тренеру на дзюдо, гимнасту или волейболисту прийти на, опять же, в спортивную аэробику. Где-то что-то можно даже просто посидеть, посмотреть, пообщаться. Можно пригласить данного ребенка, который великовозрастный, становится выше ростом, можно пригласить его в волейбол, потому что там уже практически готовы на 45-50% будущий волейболист, если он стал выше, ну, положено в рост, что у нас в гимнастике нежелательно высокий рост, как и вороники. Ну, понятно, тяжело, чисто технически работать будет, а на высоком уровне не сможешь, да? Не сможет, поэтому он с удовольствием тренера с волейбола приглашает эту девочку или мальчика, и он идет, и результат у него гораздо выше, нежели те, которые дети идут по набору, ну, с улицы, со школы, дольше идут, нежели от наших отделений. Поэтому от гимнастов чаще переходят они в дзюдо и даже в волейбол, вот, с аэробики уходят в волейбол, опять продолжается останавливаться нашим учащимся, наши школы, продолжать наши традиции, и спортивные результаты от этого улучшаются в лучшую сторону. Также мы, выезжая в спортлагеря или там в профильные лагеря, они, общаясь с учеником и тренером, и плюс тренера, которые выезжают в спортлагеря, мы там проводим также опять беседы, проводим всякие, ну, всякие спортмероприятия, которые опять сближают друг к другу, опять молодое поколение наших учащихся со взрослыми тренерами. И здесь, как бы, у всех равенство, могут задать любой вопрос, могут задать, получить ответ от педагога. Также и педагог бывает, дает возможность высказаться ребенку, что он понимает, почему у него так, ну, он понимает одно по жизни и по спорту тоже. Вот такие идут диалоги, и мы, как бы, их приветствуем в данных общениях. Ну, это на самом деле очень полезно, это очень полезно, и причем это полезно и для тренера, и для ребенка. Ребенок быстрее станет взрослым, и он, ну, просто принципиально другая у него сила будет, что ли, я бы так сказал. Ну, конечно, цель-то у нас в спорте, к чему мы идем? Мы, в первую очередь, идем к своим знаниям в спорте, к своим результатам, которые дают нам возможность смело выступать, красиво выступать, и никому не проигрывать, желательно. Самому себе, в первую очередь. Самому себе. Михаил Павлович, вот осталось немного времени, скоро начинается новый учебный год. Какие секции приглашают учеников и где? Вот, давайте расскажем об этом. Вот, про гимнастику мы поняли. В нашей школе есть еще отделение волейбола, возглавляет его старший тренер Игорь Хасанович Шарафудинов. У него показатель на последний момент замечательный стал. Уже девочки-волейболистки занимают призовые места на Кубке Мэра, на соревнованиях выездных по региону. Это волейбол можно, мальчики-девочки приглашаются. Спортивная гимнастика приглашает также, грацию. Волейбол к нам в школу, звоните, телефоны там есть у нас на сайте нашей школы. Поэтому там все хорошо видно и объяснено. Есть дзюдо, также мальчики-девочки приглашаются в разные клубы, где они на базах тренируют. Также есть все эти телефоны. И еще у нас получается спортивная аэробика. Она тренируется на базе 128-й школы Кировского района. У нас зал 400 квадратных метров. Хорошие условия для аэробики. И мы приглашаем в нашу школу, в спортивную школу 18. Адрес у нас Карла Марса, 394А, школа 128-я. И еще адаптивный спорт осталось прям кратко. А туда как попасть? Вот это каким образом? Они приезжают к нам на базу, в нашу школу. И занимаются, на соревнованиях выступают у нас, а так они уже занимаются на своих базах, при своих учреждениях. Ясно. Михаил Павлович, большое спасибо за интересную беседу. Время программы подошло к концу. И спасибо за тот труд, который делаете вы, делают ваши коллеги. Потому что, ну, на самом деле, здоровый образ жизни и здоровые подрастающие поколения, это, наверное, одно из самых важных на сегодняшний день. Вот. И я всех приглашаю в спортивную школу номер 18 заниматься спортом. Потому что есть чем... Я считаю, что большое спасибо за приглашение наше. И все спортивные школы нашего города, они все замечательные. В конкуренции растет только наша сила и воля. Поэтому по старой традиции можно сказать, мы всех победим, враг будет разбит. И на помосе, и везде, где угодно. И к нам никто не прикоснется. Так и будет. Напоминаю, в нашей студии был Михаил Савушкин, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей, спортивная школа номер 18 городского округа Самара. Берегите себя, занимайтесь спортом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин